Сегодня мы проверим, какими же пластырями лучше подклеивать сенсоры и конюли, особенно при принятии водных процедур, если их не держит родной пластырь. Добрейшего здоровья всем, ребят! Сегодня вы увидите только мои руки, ну, возможно, еще ноги. Лицо сегодня я вам своего показывать не буду. Сегодня мы будем испытывать вот такие вот лейкопластыри, которые мне прислал магазин Диамарка. В общем-то, ну, там, конечно, много есть пластырей у них, но почему-то вот решили мне прислать именно вот эти три. Ну, как говорится, какие прислали, те и испытаем. Посмотрим, обманывает ли нас магазин Диамарка, что эти пластыри хорошо держат сенсоры, конюли, или все-таки не обманывают, их можно покупать. Ну, мы все это проверим, потому что, вы знаете, мой канал называется «Сахарный диабет. Вся правда». Я рассказываю только правду. Если пластыри говно, значит, я скажу, что они говно. Если хорошие пластыри можно покупать, я вам скажу, что, ребят, покупайте, не пожалеете. Ну, что же, давайте разберем сейчас пластыри. Значит, вот этот, ну, как бы отдельный пластырь, сейчас мы о нем поговорим. Вот эти, ну, два обычных пластыря, они, конечно, идут в комплекте, но мне прислали просто по одному, так сказать, на пробу. Этими пластырями, конечно же, лучше всех подклеивать сенсоры. Я буду испытывать их на своем сенсоре «Фристайл Либро». Вы можете также подклеивать и конюли, но это уже на ваше усмотрение. Я буду использовать для сенсора, я один пластырь поношу неделю, буду испытывать, так вот, сказать, по полной, не щадя, не жалея. Будем его и мочить, и спать с ним, и задевать одеждой. И, как говорят некоторые люди, биться о косяки, и посмотрим, выдержит ли он, или все-таки отклеится. Ну, ладно, об этом мы еще поговорим в дальнейшем. Давайте уберем эти пластыри, они нам не нужны. И вот этот вот пластырь, RockTape, как бы он может исполнять две функции. Давайте вот я его, я уже раскрывал, посмотрел, но давайте я сейчас перед вами его раскрою и покажу. Вот здесь вот макулатура очень много, я прям не знаю, зачем столько, вот три одинаковых. Я вот одну посмотрел, давайте я вам тоже сейчас ее покажу. Основная суть этого пластыря для лечения мышц, мышц вашего тела. Неважно, где это может быть, ноги, руки, шея, спина, все что угодно. Но также его можно использовать, это, как мне говорили в магазине Диамарка, для крепления сенсоров или конюль. Мы его с вами испытаем и так, как показано на картинках, для лечения мышц. И, разумеется, посмотрим, как он крепит, хорошо ли крепит сенсоры. Давайте я вам покажу сам пластырь. Пластырь у нас вот такого вот размера, он, наверное, сантиметров 30, может быть, 40. Я, значит, что сделаю, я, ну, потому что, во-первых, один пластырь, да, и мне не хватит и на, там, ну, я хочу просто на, не на голень, а на икроножную мышцу ног. Потому что их у меня больше всего сводит. Вот если вы сложите половину, вот он такой. Вот, мне просто не хватит, если на две ноги, плюс еще пластырь чуть отклеить, чтобы для датчика хватило. Я буду испытывать так, что на одну ногу наклею и, разумеется, потом, там он еще клеится так, крестом. Вот, ну, короче, не хватит. Мало, мало прислали, как говорится, да, не хватит. Вот, и проверю, как он будет держать мой сенсор. Опять же, также его буду испытывать и в воде, и везде. И посмотрим, как он выдержит. Ну, и, разумеется, как этот пластырь помогает для лечения мышц. Сейчас специально буду клеить, тем более, на одну ногу. Посмотрю, как бы сравню, да, как будет болеть одна нога, мышцы, как будут болеть на одной ноге, которая с пластырем, и как будет болеть на другой ноге. И также посмотрим, обманывают нас или нет. Ну, все, вы это в дальнейшем, конечно, увидите, но этот пластырь я буду испытывать, так сказать, в последнюю очередь. Первое будет это вот эти вот два. Ну, я не знаю, давайте начнем вот с этого пластыря и посмотрим, как он будет держать сенсор Libra. Сейчас я удалюсь, так сказать, и наклею его на сенсор Libra, и в течение недели я его буду испытывать с этим пластырем, и потом в течение недели буду испытывать вот с этим пластырем. И посмотрим, ну, насколько вообще они хороши, эти пластыри, стоит ли их покупать, или, возможно, стоит испытывать какие-то, использовать какие-то более дешевые варианты. Ну, разумеется, третьим пластырем я наклею и зафиксирую и сенсор, и также наклею на ногу, на мышцы. Это тот, который помогает для лечения мышц. Ну, что же, давайте вскрываем, смотрим вообще, что там. Вскрыть бы еще его правильно. Вот такой вот пластырик. Ну, ладно, сейчас я его наклею, ну, и покажу вам, как это выглядит на моей руке. Короче, ребят, вот что с пластырем случилось. Я не знаю, не заказывайте, короче, но если будете заказывать, то на свое усмотрение. Короче, блин, без инструкции его хрен наклеишь. Ну, вроде такая, знаете, у него, ну, он как бы такой прикольный пластырь, но я не знаю, я его не смог испытать, потому что, ну, действительно, сами подумайте, прислали один пластырь человеку, который первый раз вообще в жизни видит. Не то, что он их наклеивает на себя, а первый раз в жизни вообще видит. Ну, короче, я его запорол, все. И, так что, ничего за него сказать не могу, как он вообще работает, не отклеится ли он у вас, не отвалится ли у вас сенсор, или конюля, или попадет вода, не попадет, не знаю, короче. Если вам, ну, если вы хотите, заказывайте, но, сразу говорю, ко мне никаких претензий нету. Вот, надо было больше присылать, а то прислали по одному. Ладно, давайте тогда испытаем, ну, видео будет короче, значит, намного. Ладно, давайте испытаем вот этот вот пластырь. Кстати, да, если будете заказывать, заказывайте, я говорю, сразу несколько штук, потому что, если вы закажете один, то, ну, возможно, у вас вот то же самое будет. И сами не наклеивайте, чтобы вам кто-нибудь наклеивал. Сами, ну, я, правда, не наклеивали, но все равно. Так, ладно, давайте попробуем испытать вот этот вот пластырь. Вот этот, я думаю, будет как-то по-другому. Сейчас мы его постараемся наклеить, и он выглядит как-то более такой, посолиднее, помощнее. Ладно, пойду наклею. Ну, и если все будет нормально, удачно. Он тоже, кстати, один. Вот, ну, блин, ладно, это ихнее дело. И приду, вам сейчас покажу. Вот, ребят, мне, короче, наклеили. Ну, опять же, хочу сказать, опять же, там, с матами. Кое-как, хорошо, что это был второй пластырь. Ну, там, с горем пополам вроде бы наклеил. Так что, если будете покупать, берите сразу 2, 3, 10 пачек, потому что несколько штук вы точно запорите. А они, ну, сами понимаете, не из дешевых. Так что, ну, опять выглядит вроде хорошо, но наклеил криво опять. Блин, ну, могли бы 2 хоть прислать, да, действительно, а? Ну, знают, что человек первый раз. Че мне их? Жалко пластыри, что ли им? Ладно, короче, попытаемся с ним окунуться, так сказать, и посмотрим, не слезет ли он. Хотя, хрен знает. Потому что здесь вот задралось немного, но это только совсем чуть-чуть. Ну, не знаю, будем экспериментировать. Хотя на вид и на ощупь вроде бы пластырь такой, ну, не знаю, хорошенький. Посмотрим. Ну, а в дальнейшем вы увидите тот пластырь, который наклеивается на мышцы и как держит он. Ну, ребят, в силу того, что пластырей был всего лишь один, плюс мое незнание, ну, получилось так вот кривовато, конечно, не как на картинке. Ну, в общем-то, вот так вот-вот. Мы посмотрим, и через недельку где-нибудь я вам скажу результаты. Вообще, стоит ли покупать такой пластырь, помогает ли он для мышц или не помогает. Ну, разумеется, посмотрю еще, как он будет держать сенсор. Ну, это будет через неделю, ну, для вас это будет буквально прямо сейчас. Вот так вот, ребят, я приклеил пластырь. Ну, в общем-то, держится он пока что нормально, но я еще его не мочил. Так что я сейчас его намочу, так сказать, проэкспериментирую. Ну, и все уже вам покажу и расскажу. Ну, вот, ребят, пластырь, в общем-то, держится после двух недель его, так сказать, жестокого использования, но уже, конечно, хуже, чем пластырь прозрачный. Но все равно он держится. Я думаю, еще неделю бы он, наверное, продержался бы. Возможно, даже еще бы две, наверное. Но сегодня датчик подходит уже к концу, к завершению своей работы, и мне приходится снимать его, ну, и пластырь, и датчик. Ну, а сейчас давайте подведем итоги. Ну, пожалуй, начнем с первого пластыря, с которым, в общем-то, у меня ничего не получилось. Ну, в общем-то, я про него тогда и говорить не буду. Теперь второй пластырь. Я не помню, конечно, как они называются, но вы на видео можете увидеть. Также все ссылочки на эти пластыря и на магазин будут в описании. Вы можете зайти, то, что вам понравится, выбрать и приобрести. В общем-то, вот второй пластырь, который я использовал, мне он относительно понравился. Конечно, да, его по первому разу трудно будет наклеивать. Самому его наклеить практически не удастся, если только вы штук 10 запорите. Но, опять же, это мое мнение. Не знаю, может быть, у вас получится с первого раза. Лично мне помогал наклеивать человек. И то, ну, он тоже не знал, как это делается. Я вообще первый раз такие пластыри видел. И поэтому там с горем пополам. Но, учитывая то, что первый мы запороли, так что вроде бы со вторым более-менее что-то получилось. Вот, ну, по поводу того, как он... Да, кстати, я говорил, там будет... Ну, я по неделе буду каждый пластырь испытывать. Но я испытывал по две недели, потому что датчик Libra стоит две недели. И я просто боялся, если я буду отклеивать пластырь, то, ну, возможно, и датчик там чуть-чуть задену. Он тоже отклеится или усик вылетит. Поэтому я носил пластыри по две недели. В общем-то, за две недели испытание вот этого вот прозрачного пластыря, я, опять же, не помню, как называется. Вот, кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста, ребят. Вода не попадает, как бы. Он гладкий. Ни за что не задеваете. Ни за одежду. Ни когда спите там за подушку, за одеяло. За те же самые косяки, когда вот люди говорят, что, ну, они там задевают за косяки, да, тоже не задеваете. И если даже вы случайно заденете, ну, даже, я бы сказала, нету шансов, что вы оторвете датчик. Хотя я не знаю, как это будет с Dexcom. Про Libra я могу сто процентов сказать, что, ну, навряд ли вы его вообще оторвете или еще что-то с ним произойдет. Потому что вот этот вот пластырь, он как бы сглаживает и делает такой более гладкий датчик. У него как бы углы уже такие более закругленные. И, ну, зацепиться им, короче, за что-то довольно-таки трудно. С одной стороны, он прозрачный, не бросается в глаза. Все хорошо, тем более, если его ровному наклеить, вообще все будет идеально. Но, с другой стороны, опять же, то, что он прозрачный, попадается, ну, точнее, бросается в глаза сам датчик Libra, да, вот этот вот круглый пятачок белый. Но это уже как бы, ну, я считаю, это мелочи. Относительно, вообще-то, этого пластыря я бы сказал, что, да, он хороший, мне он достаточно нравится. Возможно, первый пластырь был бы, возможно, был бы такой же хороший. Может быть, он и есть такой же хороший. Но, к сожалению, из-за того, что он был всего лишь один, я его запорол, я его испытать не смог. Так что, про первый пластырь я ничего сказать не могу. Если вы хотите себе его приобретать, приобретайте. Но, опять же, я повторяю, что, если что-то, ко мне никаких претензий. Отклеивается он достаточно легко, я тоже думал, он будет там прям наклеен, его еле-еле отклеишь. Но отклеивается он достаточно легко, он такой, знаете, как тонкая резина, вот как резиновые перчатки медицинские. Он тянется, но он не рвется, он хорошо отклеивается. Ну, достаточно, короче, одним словом, удобный, хороший пластырь. Но, опять же, единственное, это цена. Его цена, я сейчас смогу ошибаться, там вроде бы один такой пластырь стоит 15 рублей, и вроде бы цена небольшая, но если заказывать один пластырь за 15 рублей и доставка 350, там вроде, ну, сами понимаете, это невыгодно. И можно заказывать или только пачку, там вроде бы около 10 или 15 штук этих пластырей, но, сами понимаете, цена-то уже будет не 15 рублей. Вот, или когда вы будете заказывать что-то еще и в довесок, ну, чтобы вам там положили 1, 2, 3 или пачку этих пластырей. Теперь давайте поговорим про третий пластырь, это тот, который, точно сейчас не помню, опять же, как он называется, тейп, какой-то тейп там. Вот, ну, я его буду тряпочный называть, давайте его буду называть тряпочный. Сначала по поводу того, что он помогает для лечения мышц. Я его наклеил на 5 дней, как вы видели, я его наклеил на левую ногу, на икроножную мышцу. Вот, и ходил с ним, ну, достаточно много и долго ходил. Я ездил в больницы, там, по метро ходил, ну, по улицам ходил, в общем-то, по лесенкам ходил, гулял ходил и так далее. Ну, так сказать, много везде ходил специально, чтобы испытать. И, опять же, у меня такое двоякое впечатление по этому пластырю сложилось. Я не знаю, может быть, что-то не так, я, не знаю, подумал, сделал. Короче, сейчас расскажу. Смотрите, я его носил 5 дней, как его положено носить 5 дней, да? Вот, и где-то на второй день, вот непосредственно, когда я поехал в больницу сдавать анализы, вот, когда я ходил по Москве, вот, у меня очень сильно стала болеть вот именно нога, вот это вот место, где наклеен был этот пластырь. Я не знаю, с чем это связано, возможно, просто у меня мышцы не привыкли, да, что я так много ходил. Вот, возможно, там, действительно, это пластырь виноват. Возможно, ну, я не знаю, ну, возможно, просто вообще какие-то другие там, да, ну, просто вот нога у меня заболела, и все. Это не пластырь, не из-за того, что я много ходил. Может быть, из-за этого. Повторить, к сожалению, я все это не смог бы, чтобы проверить еще раз, потому что, опять же, говорю, что пластырь был один, и мне его едва ли хватило еще на сенсор, чтобы испытать сенсор, как он приклеивает его, ну, как он держит его. Об этом я сейчас расскажу. Вот, и так, что я не знаю, но получилось так, что очень сильно стала болеть нога, вот, непосредственно во время ходьбы. И именно вот эта вот часть, где был наклеен пластырь, знаете, как бы, не то, что стала сводить, знаете, когда вот каменеют мышцы, вот такое вот ощущение, и просто наступать уже было, как бы, больно и страшно, что если сейчас сведет посреди метро, да, ну, сами понимаете, там, надо быстрее, там, кричать, не знаю, помогите выпрямлять ногу, ну, чтобы боль ушла от этих судорог. В общем-то, точно я не могу сказать. Но потом, когда я, ну, я относила его 5 дней, и потом, ну, а потом, ну, это прошло буквально, там, я не знаю, через несколько часов, там, 2-3 часа, через это все прошло, и вообще никаких болей не было. Оно, конечно, сразу же утихло, там, может быть, минут через 30, и часа через 2-3, боль вообще прошла, и, как бы, я ничего не чувствовал, просто был наклеен пластырь, и все. Я его доносил, там, последующие, сколько там, не помню, 3-4 дня осталось, я его доносил и снял. И ничего, в общем-то, ну, такого, ну, я ничего не заметил, но где-то, наверное, потом, может быть, на следующий день, может быть, дня через 2, я точно не могу описать эти ощущения, но, ну, как бы вам сказать, короче, мышца на той ноге, на которой был наклеен пластырь, чувствовала себя лучше, чем до пластыря, и чем мышца на другой ноге. Я не могу сказать, на сколько процентов даже лучше, но лучше. Пластырь этот можно мочить, я с ним специально намылся, принимал душ, можно мочить, он хорошо держится, он не отклеивается, хотя мне говорили, что там какой-то должен быть синий пластырь, который можно мочить, но я вам заявляю, что этот тоже можно мочить, и он, ну, фиг, когда отклеится, короче. И даже, когда я его снимал, я его снимал в ванной, потому что он очень хорошо приклеился к ноге, и достаточно больно было его отдирать от кожи. Плюс еще вот на этом месте, там не было волос на ноге, да, у меня, вот, если вы наклеите куда-то, где есть волосы, ну, снимать его будет, ну, поверьте, достаточно больно. Хотя в инструкции написано, если вы наклеиваете пластырь, где есть волосы, волосы надо предварительно убрать, ну, то есть сбрить. Ну, и, возможно, если бы было бы два пластыря, я бы наклеил бы еще бы один, я бы вам сказал более точнее. Ну, и для себя бы, разумеется, я бы тоже попробовал, возможно, я бы его бы приобрел. Но, поскольку я не знаю, от чего у меня болела нога, от чего прошла, я этот пластырь приобретать не буду, хотя он стоит достаточно дешево. Ну, опять же, говорю, ссылочки все будут в описании, вы можете приобрести, там разные виды пластырей, там не только пластыри, в общем-то. И теперь по поводу того, что, ну, как им крепится сенсор, датчик, хорошо или плохо, я также отрезал маленький кусочек, я его приклеил, и также носил его две недели. Кстати, на ноге я носил пять дней, вот, как я спросил у работников Диамарки, да, мне сказали, что пять дней только. Вот, тот носил, который я на датчик наклеил, носил вот так же две недели, как и второй пластырь прозрачный. Я также с ним мылся, спал, ну, одевал одежду, снимал, да. Я, кстати, когда у меня пластырь, датчик не заглеен, я, когда одеваю футболку там или что-то снимаю, я его стараюсь придерживать. Вот, а с этими пластырями я специально снимал футболку, там, одевал, и, ну, старался, как бы, не замечать его. Заденет, так заденет. Через, ну, я с ним также, говорю, принимал ванну, все, и через две недели, когда уже сенсор подошел к концу, пришлось его снимать, я скажу, ну, пластырь тоже держался, я думаю, он бы еще бы две недели продержался бы, если так же бы с ним мыться, там, париться, спать и так далее. Ну, не факт, конечно, но неделю бы точно бы еще продержался, мне кажется. Вот, но концы его начали отклеиваться, и уже была какая-то вероятность, пусть небольшая, зацепиться им за что-либо, и этот пластырь мог оторваться, ну, и, возможно, бы выдрать и датчик. Вот, как бы, а так он держался, все хорошо, и, ну, я думаю, учитывая его цену, я думаю, его вполне можно использовать, чтобы крепить вот сенсоры. Ну, опять же, не знаю, вот его размер вы видели, да, на видео, я не знаю, подойдет ли для Dexcom, скажем, Libra он заклеивает полностью. Если вы даже купите один этот пластырь, он, говорю, длиной сантиметров там где-то 40, ну, вам его, если даже по две недели носить, ну, вам его, ну, надолго, скажем так, хватит, да, цена его всего лишь 190 рублей, по крайней мере, на тот момент была. Ну, если теперь сравнить вот эти два пластыря, дать им, так, оценку по пятибалльной шкале, первое мы не будем, сразу же мы его отсекаем, потому что, ну, я не знаю, я не могу ничего про него сказать, потому что вы видели, что с ним случилось. По прозрачному я дам по пятибалльной шкале 5 баллов, потому что, ну, это мы сейчас будем оценивать, только не как он открывается, наклеивается и так далее, только вот его ношение, прикрепление сенсора. 5 баллов даю, потому что, действительно, мне он очень понравился, он достаточно тонкий, он сглаживает сам сенсор на руке, если даже за что-то им заденешь, я даю 99%, что вы не оторвете, если заденете за так называемый косяк, как некоторые люди любят задевать. Вот, ну, опять же, я говорю про Libra, мне он понравился, я даю 5 баллов. Вот, а если сравнивать вот этот вот тейп, пластырь тряпочный, так назовем его, я, наверное, ему дам 4 балла, 4 балла потому, что он, ну, она начинает отклеиваться от воды. Не сразу, конечно, да, не быстро, но все-таки, если прозрачный он не отклеивается вообще, то тряпочный начинает отклеиваться. Вот, это, наверное, из-за этого дам 4 балла, а так, в общем-то, все хорошо. И еще какой-то такой небольшой минус, ну, опять же, это я такой пример приведу, не факт, что он у всех, это будет такой случай, но все-таки, скажем, вы приняли душ, ванную, и вам нужно прямо вот срочно куда-то идти, там, на какую-то встречу или еще куда-нибудь. И вы начинаете одеваться, и если вот этот прозрачный пластырь, вы его просто протерли, ну, скажем, полотенцем, вот, и все, он сухой, вы надеваете там рубашку, футболку, и все нормально, то тряпочный он будет мокрый, и у вас все равно рукав, он, ну, пропитается водой, и будет заметно, что он мокрый. Особенно, если рубашка такого голубого цвета, там, да, какого-нибудь, вот, бордового, то, ну, сами понимаете, будет некрасивое пятно. Вот, из-за этого я даю ему 4 балла. А так тоже пластырь хороший, держит хорошо. Ими также можно приклеивать конюли для помп, и порты для ввода инсулина. Но я не думаю, что ими достаточно будет выгодно приклеивать эти вещи, потому что ту же самую конюлю, да, или порт можно приклеить, во-первых, тем клеем, который я уже показывал на своем канале. Вот здесь вот будет вот ссылочка, можете посмотреть. Вот, или просто, ну, заклеить каким-нибудь там дешевым русским лейкопластырем, да, тряпочным, или просто там еще чем-нибудь, какой-нибудь изолентой и так далее. Ну, короче, найти что-то более дешевое, потому что, ну, конюля, она держится, ну, вообще стоит в теле намного меньше. Ну, и как бы она не так, скажем, важна, как, ну, тот же самый сенсор, потому что конюля стоит там рублей 500-600, а сенсор стоит около 5000. Ну, все, вот, вышло солнышко, ребят, значит, буду с вами прощаться. Кстати, в дальнейшем я еще поищу некие пластыри, которые намного лучше и намного дешевле. Вот, так что обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был канал Сахарный диабет. Вся правда. Меня зовут Александр. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч. До новых встреч.